Соблюдение трудового кодекса, пресечение нарушений прав работников со стороны работодателей, все эти функции выполняет служба контроля и надзора за соблюдением трудового законодательства. Всего в службе трудятся 27 инспекторов по всей республике. Долгое время этой сфере не уделялось должного внимания, однако сегодня наметилась положительная тенденция решения проблем. Давно таких реформ не было по повышению заработной платы. И действительно эта новость нас, как госслужащих, очень радует, что с августа месяца текущего года будет повышена заработная плата в 50%. Это даст нашим сотрудникам большой стимул для работы. В апреле в стране произошло самое масштабное увеличение заработной платы бюджетникам, учителям, медикам, работникам культуры и соцблокам. Таким образом были повышены оклады, порядка 300 тысячам работников в социальной сфере. Теперь увеличение окладов ожидает 58 тысяч человек, состоящих на госслужбе. Кому именно будут подняты? Это государственные службы, муниципальные службы, вольнонаемные и гражданские персоналы, это своего блока, это технические обслуживающие персоналы и младшие обслуживающие персоналы. Из республиканского бюджета рассматриваются дополнительные бюджетные средства и сумма этой дополнительной потребности составит около 7 миллиардов сумм. Будут подняты в процентном соотношении с 50 до 100, а в некоторых местах за 100% будут. В условиях мирового кризиса и повышения цен практически на все социально значимые товары, увеличение заработной платы, существенная поддержка государства, отмечают эксперты. Это будет существенное повышение. Здесь можно отметить, во-первых, если мы дадим им хорошую заработную плату, тогда отдача будет от них полной, тогда будет легче требовать от них за результат работы. Это раз. И, во-вторых, будет меньше коррупционных элементов. Когда госслужащий достойно работает, достойно получает хорошую зарплату, тогда ему незачем заниматься коррупцией. В сложившихся экономических и социальных условиях власти страны работают над увеличением заработной платы, пенсии и пособий. Также, по информации Минфина, с 1 октября базовая часть пенсии будет увеличена до 50%. Кундуз Кадатаева, Эрланд Жанушалиев, Азамат Кадратуктоев, АЛАТО, 24.